ребята привет всем я приехал домой к маме на праздники и вот решил взять у нее интервью подготовил вот список вопросов она эти вопросы не знает чтобы было все честно вы мне задавали вопросы вы спрашивали особенно хейтеры спрашивали да почему вот такая вот у меня плохая квартира у моих родителей если сын миллионер почему он маме сделать не может ремонт во первых для тех кто не знал я купил родителям квартиры в центре киева и они сдают эти квартиры и получают пассивный доход это для тех кто не знал теперь вопрос кстати хейтером кто из вас купил родителям квартиры прежде чем писать такое мне если вы не знаете человека не пишите такое вы же ничего обо мне не знаете итак ребята давайте погнали к вопросам смотри ты сдаешь квартиры в киеве и получаешь пассивный доход подписчики спрашивают зачем тогда ходить на работу если можно получать пассивный доход работа это прежде всего коллектив это прежде всего общение ну какое-то времяпровождение а не сидеть дома и сидеть напряжение не держать непрофессионал этого не умеет хорошо давай так ребята моя мама нервничает переживает потому что она никогда так на камеру ничего не говорила и плюс я сказал что ее посмотрит очень большое количество и зрителей смотрите ребята вот вы видите какое у наших родителей мышление наверняка у ваших родителей такое же мышление просто не судите по себе если вам нравится евро ремонт кому-то может не нравится вот люди спрашивали почему такие стены почему вот побелка почему не обои а побелка экологически чистая например зачем не химические обои дышать химией вот я это объяснял тебе нравится вот такое сейчас это называется эко хата экологическая хата мне нравится евро ремонт я живу так привыкла жизнь прожила всю свою жизнь и менять сейчас что-нибудь мне это не нравится ничего не хочешь сейчас менять естественно вот 60 лет уже люди ничего не меняют меняют когда молодые а сейчас мне уже не надо так спрашивает по поводу отдыха почему ты свою маму не повезешь на мальдивы почему ты не хочешь лететь на мальдивы объясни людям прекрасно можно провести время провождения на даче мы выращиваем урожай выращиваем картошку помидоры нам все это все очень нравится и мы от этого получаем удовольствие хорошо почему ты не хочешь вот за океан полететь на мальдивы вот скажи но я не хочу мне нравится но ты мне говорила по поводу перелета да я боюсь может быть далеких дальних перелетов я очень болею мне давление высокое тоже причина так вы спрашивали изменила ли мама мое мышление после того как я стал богатым после того как я показал что можно добиться всего если верить мечтать потому что ты в детстве мне говорила что мы это не можем это не для нас что то есть могут разбогатеть только единицы вот спрашивать твои родители после того как ты добился определенных результатов изменили свое мышление ты немного поменяла мышление потому что ты посмотрел каких результатов я добился ты немного изменил свое мышление или ты остаешься ну немножко изменила но еще в этом смысле трудно что-то меня так ребята моя мама сильно нервничала переживала боялась как ее поймут потому что у меня другая концепция у нее другое мышление боялась что она вам не понравится так что ребята строго не судите ребята вот вы посмотрели послушали ответы наверняка вы узнали в моей маме своих родителей просто ребята не нужно никого переучивать я уже это понял просто показывайте все на своем примере просто людям в таком возрасте уже тяжело измениться они воспитывались на другой культуре так что не нужно их переучивать не нужно ничего им доказывать просто понимаете их просто поддерживайте их и просто привыкните к этому вот такая вот у меня квартирка кстати кто не видел люди говорили ты миллионер а маме нормальную плазму не можешь купить нравится ей такая плазма она не хочет огромную ей огромная плазма не нужна вот ей нравится это побелка она не может говорить дышать вот это химией этими обоями ребята людям на старости лет вот уже не хочется жить там в хоромах жить в столице там где движение там где машины пробки смог им это не нравится вот моей маме нравится поехать на дачу там отдохнуть где-то у реки там не знаю на огороде там что-то поделать вот такие родители и наверняка ваши родители такие же также меня спрашивали по поводу друзей что вот если бы я там разбогател я бы помог всем своим друзьям ребята я уже помог всем своим друзьям и мы поссорились друзьями они мне сели на голову я дал возможность им зарабатывать и ничего с этого хорошего не получилось то есть как сказал рыбаков человеку не нужно давать рыбу и удочку человеку нужно давать среду лучше создать пространство в котором человек может развиваться а если ты человеку дашь все возможности дашь все возможности для заработка человек тогда тогда просто сядет тебе на голову я через это уже прошел и теперь и теперь конечно же получил опыт и теперь буду вести себя по-другому следующая цитата ни один из моих друзей не должен нуждаться пока у меня есть на кусок хлеба если кошелек мой пуст я не в силу помочь тот же час ну что ж мне стоит сесть за стол взяться за работу и довольно скоро я помогу ему выбраться из беды давай другим рыбу да и даже удочку это преступление я думаю что нужно создавать такую среду в которой люди обретают дееспособность автономность и сами находят строить себе удочку добывают рыбу тот кто это им дает такую возможность через следу он не делает их зависимыми то есть это не миллиардер это людвиг ван бенховен он умер в полной нищете в одиночестве 56 лет плюс ребята мои родители они с маленького города здесь совсем все по-другому вот родители моей девушки они с большого города они с харькова они были предпринимателями они ведут себя по-другому они жили по-другому а мои родители с маленького города да моя мама там путешествовала в молодости в германию ездила в польшу там папа в казахстан ездил но это было тогда они всю жизнь прожили маленьком городе и и вот у них нету этого стремления вот ребята почему нужно переезжать большие города потому что там движение там мотивация там успех вы там видите все то чего не видите в своем маленьком городе там возможности там новые связи там новые знакомства а если вы всю жизнь будете в одном маленьком городе в одном окружении эта зона комфорта вас просто ребята засосет вам будет нравиться в такой среде и новая среда что-то большое что-то новое вас будет пугать у вас будут страхи потому что вы привыкли и так ребята на этом я буду заканчивать видео получилось коротким но я думаю очень очень полезным вы посмотрели какое мышление у моей мамы какое мышление у меня вы узнали своих родителей никогда ребята не судите о людях по себе никогда не судите о человеке если вы этого человека не знаете и всегда судите людей по их поступкам огромное вам спасибо за просмотр за поддержку и также огромное вам спасибо за понимание обязательно подпишитесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новой серии поставьте этому видео лайк всем удачи всех люблю целую пока а а а